Друзья, привет! Это у нас видео пойдет на второй канал. Сегодня будем отвечать на вопросы, которые мне приходят в личные сообщения. Петр Петрович написал в личные сообщения. Привет, Олег! Смотрел твои видео, ты хорошо разбираешься в камерах и фото-видеосъемке. Вопрос. Хотел спросить про видеокамеру. Планирую купить зеркалку Canon 600D. Скажи, после покупки, если не надо, производить какие-то манипуляции? Или можно сразу брать и снимать? Некоторые магазины предлагают еще услуги разные, например, на проверку битых пикселей. Что это такое вообще? Зачем это надо? Надо ли это вообще? Или не обязательно? Короче, что касается Canon 600D, камера отличная для новичка. Камера хорошая. Если у тебя в комплекте идет китовый обычный объектив 1855, то этот объектив полностью возможности камеры не раскроет. Поэтому, если ты хочешь более художественную картинку, более лучшее размытие заднего фона, более лучшую светосилу, более лучшую резкость изображения, тебе нужно будет озаботиться о приобретении дополнительной оптики. У Canon 600D эта модель немножко уже подустаревшая. У нее особенность заключается в том, что у нее есть откидной экран. Ты можешь снимать самого себя и видеть изображение на вот этом откидном экране. И вторая у него особенность, это то, что автофокус там, по-моему, отсутствует именно при съемке видео. Поэтому ты должен рассчитывать на то, что ты будешь вручную вставлять фокус. И это не всегда удобно. Значит, что касается оптики. Вот самое дешевое, что можно купить в Canon 600D. Это Helios 44.2. Это мануальный советский объектив, который использовался в зенитовских фотоаппаратах. Он у меня немножко развалился. Но вот этому объективу 30 лет. Но картинка, которую он рисует, именно с точки зрения размытия заднего фона, с точки зрения светосилы, с точки зрения мягкости изображения, кинематографичности какой-то изображения, ничего похожего сложно даже найти, даже среди новых объективов. Крутой объектив. Я его взял за 900 рублей. Еще 200 или 300 рублей. Мне обошелся вот такой вот металлический переходник. Мы с тобой в переписке уже про это общались. Но ты знаешь, что это такое. Можно на Алиэкспресс заказать или можно в местные какие-то фотомагазины взять. Это будет самое бюджетное решение. Не знаю, понравится ли тебе картинка. Она будет мягкая, она будет не очень резкая. Но именно размытие заднего фона, художественность изображения будет невероятной просто. Сравнить это не с чем даже. Хороший объектив. Если есть побольше денег, надо смотреть в сторону 50-мм объектива Canon второго поколения или, может быть, третьего поколения с приставкой STM. STM объектив бесшумный, должен работать. И он вроде как посовременнее. Там электронное кольцо фокусировки. Во втором поколении 50-мм объектива Canon с светосилой f1.8 там идет механический фокус. Мне механический больше нравится, если честно. Вот Петр рассказывает, что хочет киношную картинку. Ну, Canon 600D и полтинники всевозможные. Это то, что тебе нужно. Тебе нужно будет Canon 600D и светосильные фиксированные объективы. Фокусное расстояние может быть 35, может быть 50 мм. Это то, что тебе надо. Петр спрашивает, почему, когда люди снимают кино, они прикручивают к камерам какие-то объективы, очень длинные, здоровые объективы. Короче, длинный объектив – это значит большое фокусное расстояние. Большое фокусное расстояние нужно для того, чтобы очень сильно приближать изображение. Это удобно, когда, допустим, камера находится, допустим, в 10 метрах, а тебе нужно снять, допустим, лицо. И в этих случаях применяются вот эти вот длиннофокусные объективы, насколько я могу понимать. Могу понимать, не по-русски как-то это звучит. Вот. Зачем это надо? Во-первых, вот эти длиннофокусные объективы, они позволяют более, естественно, передавать пропорции лица. И в этом отношении тебе будет достаточно 50 мм, потому что на крупнутой камере, а Canon 600D – это крупнутая камера, там есть crop factor 1.6, соответственно, 50 мм превращается в 80 с чем-то миллиметров, и угол зрения очень узкий, пропорция лица будет правильная. 50-мм объектив – это то, что тебе нужно для любительского видео и для кинематографичной картинки. Вот. Canon 600D хороша вот именно своей дешевизной, тем, что можно подобрать дешевую оптику, та же дешевая советская оптика, светосильная. Вот. И родные Canon объективы тоже недорогие. Так вот, во-первых, длиннофокусные объективы нужно, чтобы приближать, во-вторых, чтобы пропорции лица были более естественные, третье – они нужны для того, чтобы размывать лучше задний фон. Чем больше фокус на расстоянии, тем сильнее размытие заднего фона. И еще чем больше светосилы объективы, то размытие заднего фона тоже будет выше. Петр спрашивает про постобработку, в какой программе можно улучшить светокоррекцию. Цветокоррекция – зэш Canon 600D из коробки будет выдавать хорошие цвета. Что характерно для всех зеркалок Canon? То есть там особого цветокора не понадобится тебе. Научись выставлять баланс белого, научись выставлять основные настройки, и на постобработке тебе ничего светокорить не придется. Можно накатить прошивку, которая называется, по-моему, Magic Latern или Lantern, не знаю, как это правильно произносится, но там, если ты накатываешь эту прошивку, то камера начинает предоставлять больше возможностей по настройке. Но мне не понравилось, как это все работает, именно на Canon, вот эта вот прошивка не очень как-то в нем. У меня у самого была зеркалка Canon 700D. В общем и целом камера хорошая, но в настоящий момент поактуальнее будет Canon 200DD и, может быть, Canon 800D. Они, может быть, чуть-чуть дороже, чем Canon 600D, но там делал пиксель идет, и это значит, что там будет работать отличный автофокус. А в Canon 600D хорошего автофокуса нет. Еще ты меня спрашивал про то, как сделать киношную картинку, как обрезать вот эти вот полоски, как сделать вот такие вот узкие экраны, вот такое вот узкое широкое изображение. Я этот эффект накладываю в Final Cut Pro, наверняка в Adobe Premiere это тоже есть, и в других монтажных программах тоже это должно быть. Что касается портретных объективов, ну, по крайней мере, вот этих вот полотенников или вот Helio 44.2, это 58-миллиметровый объектив, ты должен иметь в виду, что если ты будешь снимать в помещении, вот как у меня небольшая комната, ну, обычная комната, это обычный зал, как бы так сказать, то тебе придется далеко отходить от объекта съемки, то есть, если ты хочешь в полный рост попасть вот в этот объектив на зеркалке Canon 600D или 700D, тебе придется отходить метра на 4, на 5, на 6. Это неудобно. Будь готов к тому, что придется, может быть, снимать через дверной проем. Петр спрашивает, не подскажешь, где можно заказать Canon 600D недорого? Canon 600D, модель немного устаревшая, и новую ее где-то сейчас найти в хорошем состоянии будет, наверное, проблематично, мне кажется. Скорее всего, надо будет смотреть или Авито, может быть, eBay. Мне кажется, тысяч за 10 можно будет взять. Петр пишет, что на eBay, на Авито могут продать сломанный 600D. Ну, конечно, да, есть свои риски, то, что на Авито или где-нибудь на eBay могут продать сломанные 600D, но от этого никуда не уйти. Но если нужно подешевле, то вот такой вариант. Многие берут себе зеркалки именно с рук, они стоят намного дешевле. Вот он пишет, что за 30 тысяч продают самые простые 600D у него в городе. 30 тысяч за 600D это дорого. В своем городе год назад я видел за 25 тысяч Canon 650D на Вальдорадо, за 25 тысяч с китовым объективом. Короче, думаю сам, ну, по крайней мере, я бы, если бы искал 600D, я бы брал с рук. Если искать новую зеркалку, я бы рассмотрел какой-нибудь Canon 200D. Ну смотри, если у тебя в городе продаются Canon 600D за 30 тысяч, как ты мне пишешь, то, допустим, Canon 200D можно взять вот в связном за 36 тысяч рублей. Если применишь промокоды, будет... Если применишь промокоды и оплатишь картой онлайн, будет еще дешевле. Бери 200D тогда. На вид ты за 15 продают. На вид 15 тысяч за 600D тоже дороговато. Ну смотри сам, многие люди берут с рук и, в принципе, особо не парятся. В зеркалке износу подвержен затвор, вот этот вот механический, больше всего. И, кстати, для съемки видео именно износ затвора не так уж и важен, по сути, потому что для видео так много работать с затвором не нужно. Поэтому доберись с рук и не парься. В принципе, за 10-15 тысяч рублей можно подыскать варианты уже с хорошим комплектом оптики, с теми же гелиосами, с теми же полтинниками и все будет отлично. Такие дела. А вообще камера хорошая, несмотря на то, что она подустарела, в принципе, с ней еще можно работать. Для YouTube вообще так с глаза хватит. И если будет возможность рассмотреть, нужно все-таки что-то посвежее, может быть, Canon 200D. Но если нужно подешевле, то только с рук. Может быть, поторговаться нужно будет. Такой был совет. Ну, конечно, смотреть надо, что будешь брать, потому что есть большой шанс взять что-то подуставшее, потому что Canon 600D это та камера, которая ходит по рукам. И ее часто перепродают. Ну, камера ликвидная. В принципе, если найдется хороший экземпляр, то потом не будет проблем ее перепродать, по идее.